всем здравствуйте сегодня у нас в ремонте очередной клиент с автомобилем купленным на последние деньги молодой человек купил ford для себя под восстановление но денег на ремонт у него нет соответственно запчастей тоже нет поэтому просил сохранить все по максимуму делаем только жестянку красить и собирать будет сам а повреждению автомобиля достаточно серьезные произошел лобовой удар разбита вся передняя часть авто досталось обоим лонжероном правый порвало левый сильно деформировала также пострадали направляющие крыльев особенно левая и досталось чашки во время удара двигатель ушел назад головкой блока задавила правую чашку вовнутрь также пострадала заднее правое крыло ремонт будем начинать с передней части вытяжку начинаем с левого лонжерона тянем потихонечку периодически переставляя захват чтобы не порвать сильно помятый металл постоянно приходится постукивать подрихтовывать помогаем металлу выпрямляться после этого переходим к правой чашки вытаскиваем внутреннюю часть в сторону двигателя вернув форму ее переходим к левому брызговику и направляющие левого крыла брызговик ушел вовнутрь поэтому вытаскиваем его в левую сторону оставляем в размер по отношению к лонжерону лонжерон подвариваем и подчищаем только после этого переходим к правому лонжерону вытяжка его была достаточно аккуратной потому что металл рваный а нам нужно его сохранить практически это была рихтовка лонжерона естественно лонжероны надо было бы поменять лучше вварить куски целикого лонжерона чем рихтовать старые после рихтовки жесткость уже не то как должна быть с завода деймс 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 после этого выставляем размер оба лонжерона периодически замеряя и примеряя усилитель бампера так как кроме усилителя бампера и капота с телевизором хозяин ничего больше не купил деймс Субтитры сделал DimaTorzok При аварии капотом была помята левая стойка лобового стекла, ее мы тоже сохраняем, зачищаем, рифтуем споттером. Также был подмят чуть-чуть капот бэушный, передняя часть. Я так понимаю, что в связи с недостаточностью денег был куплен именно этот, из-за того, что он чуть подешевле. После этого переходим к заднему крылу, снимаем бампер, фонарь, отсверливаем кронштейн бампера и вытаскиваем нижнюю часть крыла. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как крыло было вытянуто, переходим к рифтовке. Рифтовку производим споттером. После этого накидываем на кузов запчасти. Те, которые у нас есть, чтобы проверить зазоры. Зазоры ровные. Между крыльями, дверьми, капотом, стойками лобовых стекол. Так выглядят лонжероны после рифтовки и вытяжки. Это левый, это правый. Дело в том, что хозяин не привез даже замок капота, поэтому на телевизор пришлось кидать спецовку, чтобы можно было посмотреть, как становится капот крыльем. Красить и собирать автомобиль клиент будет сам. Мы все вытянули в соответствии с заводскими размерами, все контрольные точки на месте. Поэтому со сборкой сложности возникнуть не должно. Вот в таком виде к нам привезли авто почти год назад. И вот так он выглядит сейчас, после ремонта. Хозяин нам прислал всего одну фотографию. Судя по ней, покрашенный собран Ford очень неплохо. Ну а вы, кто еще не подписался на наш канал, не забудьте это сделать. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok